Сена, Темза, Москва-река, Нева, Кор Мира вам, я Ханжан Курбанов, это моя коровская ремарка Это нормально, когда по городу протекает река Все крупные города формировались вокруг водных бассейнов и артерий Немного странно, когда город разрезает вот такой вот оросительный канал Ну, как-то все смирились Город подрос, никто не ожидал А вообще на грани фола, когда туда, в это ирригационное сооружение Съезжают регулярно автомобили, тонут люди И где оказываются туши скота и бродячих живот В канале, из которого почти треть Дагестана пьет воду Этот канал более чем 100 лет назад строили всем миром Всем дагестанским миром Трудовой подвиг дагестанцев был отмечен на союзном уровне Наградами и овациями На самом деле сотни и тысяч дагестанцев кирками и лопатами прорубали путь в светлое будущее Которое без живительной влаги, орошения и мелиорации было невозможно Начали рыть канал в 1921 году жители нескольких сел Торки, Отлубаюн, Агачаулы и другие Как оросительных для подпитки полей вокруг Махачкалы и южнее 140 километров его протяженность Изначально назначением канала было орошение Но когда город начал быстро расти Кор было решено сделать источником питьевой воды для столичных жителей Так получилось Разговора о питьевой воде для маленького тогда Петровска речи не было Для добычи воды для жителей рыбацкого поселка использовались подземные источники Поставляли ее посредством водокачек Одна такая, как памятник старине Стоит у привокзальной площади Недалеко от конного памятника революционеру Махачу-Дахадаеву Имя которого и дано было Петровску Инженеры советского времени Один из которых видодей мира Выпускник Петербургского института инженера Путей сообщения имени императора Александра I Сделали то, что не удалось в период имперский Создали эффективную систему орошения Причем малыми силами и в кратчайшие сроки Тот же Эмиров проектировал и Вузовское озеро Раньше оно называлось Эмировским Которое стало искусственным водоемом Для накопления и отстаивания воды из кора Откуда потом вода поступала И сейчас поступает в жилище махачкалинцев Канал, конечно же, необходимо загородить Чего только не испытал кор за свою вековую жизнь Много жулья и всяких бескультурных людей Уже в поздний и постсоветский период Оказалось вокруг растительного канала Который стал источником водоснабжения Канал использовали как сливной коллектор Для канализации домовладений Которые его облепили в период хаотичной застройки И, видимо, не подозревали Что оттуда еще, все еще пьют воду Жители мегаполиса, их земляки А за эти сто лет население Петровска, Махачкала Выросло более чем сто раз Когда пришел к власти в Дагестане Рамазан Абдулатипа в время правления 2014-2017 годы Задумались об обелении и очищении Кор начали счистить Привлекли к этому административный и информационный ресурс Извлекли из русла канала тонны мусора Причем всякого, чего только тут не было Шины, велосипеды разного вида, размера и калибра Твердые бытовые отходы и даже оружие Канал построили, об обслуживании его особо и не позаботились Не заглядывали тогда горцы вперед Не думали, что махачкалинцы так развернутся и так испортятся Где живем, там и гадим То, что нужно обеспечить чистоту и безопасность вокруг Кора Говорили последние 10 лет не раз Прокуратура призывала оградить канал Обещали, а кто будет этим заниматься В Коре произрастает ядовитая воду из Алга Роспотребнадзор запрещал использовать воду из Кора для питья Были планы и предложения заключить канал в трубы Либо накрыть его бетонными плитами Некоторые предложения выходили из-под пера правительства Дагестана И озвучивались в Совете Федерации Скоро нам обещают исключить Кор вообще из реестра источника водоснабжения И оставить его исключительно как растительное сооружение Для чего он и в принципе строился Скоро, скоро, скоро Этот инцидент со съездом автомобиля в воду Кора Вновь привлек внимание общественности к проблеме канала На этот раз все намного острее Погиб ребенок Депутат Народного собрания Шамиль Амаров сообщил Что по факту трагического случая с падением автомобиля в канал Октябрьской революции А также регулярно происходящих трагедий на Кор В связи с отсутствием ограждения у данного водного объекта С целью предотвращения их впредь обратился в адрес председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслимова и прокурора Республики Дагестан Виктора Эппа Также в ближайшее время обсудим проблему с коллегами по парламенту И вместе постараемся проработать ее решение По существовому письму отмечается, что еще в 2020 году прокуратура выносила представление Мин-Мелеводхозу на устройство парапетов Тем не менее ситуация не сдвинулась с места Общественники Верхчисляя Булаченко-Калаева обратились к депутату Госдумы Сагид Пашем Маханову С просьбой оказать содействие в устройстве ограждения вокруг кора В отношении водителя возбуждено уголовное дело А врачи продолжают борьбу за жизнь второго ребенка Чаться на скорости по таким узким улицам нельзя Особенно, когда рядом незакрытый источник воды А в салоне твоего автомобиля чужие дети, за жизнь которых ты в ответе Скоро махачкалинцы прекратят использовать воду кора как источник питья Но канал, в который вложено много сил и труда Продолжает быть источником опасности и смертей Мне кажется, в этом канале потонуло много обещаний Исправить, очистить, изменить, сделать его безопасней Мы детьми еще купались в нем, думая, что это такой городской пляж для тех, кому лень спускаться к морю Автомобилисты устраивали мойку своих железных коней В канал сливалось все, что можно было сливать А в отсутствие воды в кране мы шли к нему с ведрами Я устану повторять, что все надо закладывать с детства В школах вместо финикийских городов и египетских пирамид Десяти и девенадцатилетним детям надо объяснять реальную жизнь Которая проистекает вокруг Чтобы когда они повзрослели, сами были аккуратны И умели убеждать, а где нужно по закону и принуждать власть Создавать вокруг жителей красоту и безопасность Оставайтесь с людьми Мои соболезнования семье, которая потеряла ребенка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова